15 февраля в Самаре клуб исторической реконструкции Сергеева дружины при поддержке руководства района впервые принял участие в открытом первенстве Самарской области по современному мечевому бою. Сергеевского истрела на ресталище начинающих и опытных бойцов, но первую медаль в тот день вырвала у соперников все же младшая дружина. Непривычно как-то встречаться в спортзалах, ведь все больше видимся на фестивалях и маневрах. Приветствовали друг друга ребята из клубов исторического фехтования Самары, Тольятти, Уфы, Сергеевска, Усть-Кенельского и так далее. СМБ это полноконтактный вид спортивного единоборства, представляющий собой поединок или групповой бой спортсменов с применением безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия. Лишь в 2019 году Федерация современного мечевого боя России вошла в состав Союза национальных и неолимпийских видов спорта и в состав Российского союза боевых искусств. В число 150 турниров, проводимых им ежегодно, теперь вошло и Самарское первенство. Эмоции очень сильно бушевали, потому что было прям сильное переживание за ребят, за то, как они справятся с этим совсем. И иногда казалось, что даже несмотря на то, что это спортивный меч, будет не на жизнь, а на смерть. В полдень в зале борьбы одного из институтов Самары собрались около полусотни бойцов в белых клубных футболках и темных спортивных брюках, отдавая тем самым дань молодым еще традициям Федерации СМБ. Им предстояло помериться силами с соперниками в двух номинациях. Щит-меч – она давала бойцу дополнительную защиту и сложность в виде щита в руке. Но вторая – шашка – демонстрировала умение работать одноручным оружием, оставаясь без прикрытия. Николай, работая уверенно, как всегда, на тренировке, наставлял 15-летнего почти двухметрового бойца Сергеевой дружины тренер Владимир Реснянский. Иратник не подвел. Он, уступив пару очков лидеру, взял серебро в номинации щит-меч до 18 лет, а потом красиво обошел обидчика в номинации шашка. И сразу следом за ним во взрослых номинациях сергачи завоевали и серебро, и бронзу. Наши ребята порадовали. Они, занимаясь в основном на стальном оружии, настойно вышли против тренированных бойцов на спортмечах. Такое гуманное фехтование отвоевывает место под солнцем, давая шанс приобщиться к благородному спорту всем, начиная с 12 лет. Скоро вернемся и добьем золото. Уже пообещали сергиевцы, увозя домой с турнира сразу три призовых места.